Представители знака Зодиака Дева, Девы мои дорогие, здравствуйте! Торо расклад. Согласиться нельзя остаться. Событие до конца 2024 года. Ретроградный Сатурн в рыбах до 15 февраля. Сатурн – суровый учитель. Это организация жизни, структуры власти и, безусловно, порядок. Нам предстоит уделить внимание некоторым сферам нашей жизни, да, это не какая-то новая история. Что-то Сатурн вернет нам на пересмотр. Это какая-то часть уже произошедших с нами событий до этого времени, которые еще пока не выстроились по разным причинам в логический ряд последовательности. Нам предстоит это сделать до конца 2024 года. И отчасти это может напоминать дежавю. Но фактически это будет какая-то доработка или будет говорить о нашей решимости, ответственности и выборе. Представьте, что наша судьба своеобразная, как маховик или огромное какое-то колесо, наверное, как старший аркан колесо фортуны. И нам предстоит запустить этот механизм. Мы могли пытаться что-то проделать раньше или пытаться запустить, если мы говорим механизм, и этот процесс стопорился по разным причинам. Или маховик заржавел, мои дорогие, после долгой паузы, или мы его вращали не в ту сторону. И теперь наша задача запустить это колесо собственной судьбы, чтобы все системы заработали слаженно, в унисон обстоятельствам. И, конечно, это период не в один месяц. Строгий учитель Сатурн дает нам время организовать свою жизнь. Ведь этой рулетке еще предстоит, преодолевая какую-то заскорозлость и, возможно, своеобразный ржавый скрип, прийти в движение. У нас сегодня две колоды. И первая колода, на которой мы зададим вопросы и достанем карты, ее прорисовала великолепная художница и мудрый психолог Тарола Колит Барон Рид. Значения, образы карт подаются с позиции позитивной психологии, поэтому в целом, мои дорогие, вас, мои дорогие девы, это дважды касается. Будем добрее сами к себе. И первую карту, которую я в нашем раскладе хочу достать, неожиданности. Это те неожиданности со знаком минус. Что может быть такое, что вас где-то выбьет из колеи до конца 2024 года? А что вам будет помогать? Это будет вторая карта. И если мы с вами говорим о событиях, три главных события, и пусть нам карты покажут, может быть, какая сфера будет важна в этот период для вас, для представителей вашего знака зодиака. Но вообще строгий учитель Сатурн вас призывает, мои дорогие, не торопиться. И если где-то что-то стопорится, нужно дважды подумать, а нужно ли мне вообще туда стремиться. Пятерка Земли. Некрупная, кстати, карта, и она говорит о том, что да, что-то пробуксовывает. И здесь могут проиграться две сферы жизни. Первое – финансы. Второй момент – недопонимание. И Сатурн, он особо помогает знаком стихии Земли. Это вы, мои дорогие девы. И если у вас, правда, какое-то дело не просто застопорилось, а вот вы вроде к чему-то прикладываете усилия, а воссаны не там. Это как подсказка. А надо ли мне туда стремиться? Или нужно ли мне участвовать в этом деле? Вы очень ответственно подходите к любому вопросу, будь то ваши близкие, или вопрос, касаемый работы, вопрос ваших где-то обязательств. Главное, где-то деву направить в русло или взять с нее обязательства, какие-то договоренности. И ей придется, за счет того, что мера ответственности в вас развита очень сильно, вы будете тянуть какую-то волынку специально чью-то, может быть, по чужой даже игре, но вы можете впрячься в те дела или темы, которые, в принципе, вот для вас, они мало, ну, каким-то прогрессом могут знаменоваться или служить каким-то добрым продолжением. И как раз пятерка земли и говорит о недостатке взаимопонимания. Вы можете какие-то вопросы видеть по-своему, а люди как-то по своей программе живут. И эта карта нам может о чем говорить? Внешность обманчива, например, вот в этой колоде карт. И мы должны принять во внимание то, что мы предполагали, оно будет развиваться в каком-то одном ключе, а оно выходит совершенно по-другому. Или мы могли думать о человеке намного лучше, чем он оказался, кстати. И не забываем, что у нас Херон еще очень долгое время в знаке Зодиака Овен, это символ израненного целителя или священной раны. Это наше благородство и приложенное усилие, которое мы делали что-то искренне, а результат оказался далеким от наших предполагаемых, ну, конечных каких-то вариантов или люди, которые нас подводят. Это смена ракурса происходит в этой колоде карт. И нам говорят, если мы про финансы, богатство доступны. Постепенный прирост материальных благ, то есть ничто не происходит быстро. И вас, если правда, если мы переложим на нашу объективную реальность, если вы в чем-то участвовали, допустим, или пусть это будет как ваш труд, ваша занятость, и, видите, вот какой-то проект пробуксовывает, кто знает, может быть, нужно дважды подумать, а нужно ли мне в этом участвовать. Вас именно замедляет Сатурн, первое, мои дорогие девы, чтобы вы вспомнили о себе. И вам еще предстоит вашему знаку Зодиака в последующие годы раскрыться как-то по-новому. Когда вы должны работать меньше, а больше уделять внимание самому себе или самой себе, своим каким-то проектам. Поэтому вот какая-то перезагрузка, переоценка ценностей конкретно у вас будет. Посмотрите, Туз Воды. Вот именно к тому, чтобы вы были добрее к самой себе или к самому себе. К тому, чтобы вы реализовали, может быть, свой творческий проект. Мои дорогие девы, к тому, чтобы вы были счастливы. Туз Воды, ведь это как Туз Кубков наполненности, карта счастья, карта возможностей. Когда то, чем вы занимаетесь, вам должно приносить радость. Вот вам в этом только направление. И где-то как подсказка. И если вы чувствуете какую-то рутину, обязаловку, как будто деве туда не нужно. Самое главное – заниматься тем, что вас вдохновляет, мои дорогие. Изобилие, процветание, щедрость. Значит, если мы говорим про ваше окружение, про людей, про ваших близких, про вашего любимого человека, первый критерий – насколько к вам открывается человек. Тут будет важна обратная реакция. И от этого можно уже ориентироваться, стоит идти в том направлении или нет. Отчасти это может проиграться и так. Давайте мы раскроем, какие три главных события. Карта Отшельника. Вообще, я люблю эту карту, потому что никто не мешает. Это старший аркан. И нам показана волшебная дверь, вверху расположены ключи. Ключи в ваших руках. Вы знаете, как открыть любую дверь. Но вопрос в том, может быть, и ее стоит оставить закрытой и куда-то не идти. По сути дела, все то, что я сказала, но это выбор. Отшельник – это великий мудрец. Да, он идет по своей программе, по своему жизненному пути. И дважды ваша самореализация или ваше вдохновение, ваше качество жизни – это как событие или то, чему вам нужно уделить внимание. И куда-то не торопиться и не спешить. Темп Отшельника медленный. Это правда. У вас не будет помех для того, чтобы осуществить какой-то свой план. Безусловно, это карта мудрости и может где-то говорить о том, что да, вы можете столкнуться с обстоятельствами, может быть, и непреодолимой силой, но для вас это будет как напоминание о том, что нужно взять передышку, отступить или в какие-то двери не ломиться, не торопиться. Это перезагрузка, самонаблюдение или перегруппировка. Давайте мы немножко раскроем эту карту, чего это может касаться. У кого-то это будет касаться конкретно переезда, смены работы или когда вы решите будет строить карьеру, когда вы, в принципе, будете больше уделять внимание самому себе. Чем дело кончится? Что это будет по Отшельнику? Девятка Жезлов. Это карта обороны. Ну, для кого-то буквально, когда мы ищем место своей безопасности и еще одновременно место нашего уединения, покоя, когда нас никто, ничто не дергает, когда мы где-то на своей волне и откликаемся мы по этой карте только в двух случаях или нам что-то угрожает. И действительно, вот сейчас необходимо предпринимать какие-то действия или действия нужны, чтобы не упустить какой-то, ну, как вариант или возможность. По всем остальным картам мы никуда не спешим. И эта карта еще говорит, чем дело кончится. Вас ничто не должно застать врасплох. И я только что сказала, самонаблюдение, чем дело кончится. Тут оно не кончится. А для того, чтобы перейти к большей самореализации, мои дорогие, вам не нужно куда-то торопиться, вот и все. Чем сердце успокоится? Тут любой проект, будь то личная жизнь, то жезлов, видите, как знаменательно, дополняет, опять же, карта «Все мною сказано». Это наше решение. Вот ваше решение вы какое-то будете принимать, исходя из тех задач, которые вы поставите себе сами. У кого-то это может касаться личной жизни, и может быть какая-то история, которая уже вас измотала порядком, и вам самим захочется, может быть, где-то через паузу, пронаблюдать или проанализировать, реально, как ко мне человек относится. И вы можете принять очень или сделать разные выводы. Нет тут общего знаменателя, может быть, поэтому и старший аркан. Вам действительно придется принимать какое-то решение, чем сердце успокоится. Вашим, опять же, решением. Давайте мы достанем карту «Совет». Нет, определенный конфуз или как путаница, она может быть. Нам изображена девушка, которая повязка на глазах у нее, и она не видит реальности. Вот и вы, мои дорогие девы, все то, что я говорила, ретроградный Сатурн в рыбах, вас останавливает, чтобы вы увидели как-то по-другому реальность. Не тогда, когда мы впряглись и тянем какой-то воз и маленькую тележку, и тогда мы от усталости буквально падаем. А здесь вам нужно где-то замедлиться, остановиться, уделить внимание себе. Может быть, у кого-то, кстати, вопросы здоровья. Не откладывать себя на потом. Если, ну, вас что-то беспокоит, не думать. Вот я сейчас сначала сделаю какие-то дела, а вот потом я уже пойду с собой заниматься. Нет, вот ты оставь дела и занимайся собой. В целом, вот все эти карты три нам где-то об этом говорят. И если мы про двойку мечей, это ситуация выбора, которую мы должны сделать, все то, что я уже сказала, чтобы быть счастливыми. Но для этого нужно как-то по-другому увидеть реальность, как будто вы ее не видите именно из-за того, что или впряглись в какое-то дело, или из-за своей усталости, или то, что вы сами себе создали некоторую многозадачность. Избавиться от каких-то ограничений, сбросить ненужный груз прошлого. Вот задача в чем. И вороны в этой колоде карт, ворон – это символ мудрости. Два ворона пытаются как бы снять с головы девушки эту повязку. В результате у них это не получается, и они еще больше запутывают ее волосы. И получается какая-то паутина мыслей к тому, что мы еще и как-то по-другому совершенно оцениваем реальность. Поэтому вы ведь великие реалисты, мои дорогие. Но может быть какой-то шаблон сознания. Сознание – это у нас главный шаблонист, если можно так сказать. Он нам рисует, ну, какой-то алгоритм постоянно. Это природа человека, физиология. Буквально вся, по сути, наука, психология сводится к этому, что мы и должны какой-то старый шаблон сменить на совершенно новую программу. И для этого нужно выйти из какого-то тупика путем того, что рассмотреть, что же есть по факту, или не закрывать на какие-то события в вашей жизни глаза. Второе. Посмотрите, еще один туз. В вас выпадает туз земли. И эта колода карт говорит о процветании, изобилии, о том, что правильно взаимодействие с теми людьми, которые находят отклик, у них вы находите отклик к вашим идеям или ваше доброе отношение к человеку. Оно должно к вам возвращаться тоже в каком-то эквиваленте. Свою лору – это трикветор, который изображен внизу, как раз о гармоничных отношениях говорят, и о том, что, безусловно, есть возможность решить какой-то финансовый вопрос или для себя рассмотреть новые способы заработка. Материализм, он, безусловно, присутствует. И эта карта знаменует благополучие. Какое событие? Благополучие для вас, мои дорогие девы, и решение каких-то финансовых вопросов. Туз земли еще может говорить о том, что вы начнете заниматься новым проектом или проект не новый, а он будет зависеть от того, что вы себе, ну, знаете, как вот всегда чем-то хотелось заниматься. И если вы этому уделите внимание, то вполне вероятно, вам в последующем ваша задумка принесет не только вдохновение, а какие-то новые возможности в жизни. Ведь это туз, единица. Это как зерно, которое мы садим, аллегорически говоря, в землю. Это прообраз наших будущих побед и успехов. И, кстати, тройка жезлов. Если мы... Я собиралась задать вопрос, чем дело кончится. Тут не кончается. Тут само по себе действительно начало, новые горизонты. Но пока опять же не торопимся. Девушка нам показана, которая стоит серфингом и ждет волны. Вот и вам. Не торопитесь. До конца года вам нужно себя не подгонять, не муштровать, мои дорогие. У вас сейчас прочная позиция, об этом нам говорят карты. Но выбрать правильный ракурс или правильное направление, с чем-то определиться. Давайте мы спросим, чем сердце успокоится? Смотрите, сколько у вас тузов, туз земли, туз мечей, туз жезлов. Тут действительно вы будете принимать какое-то важное решение. И если мы говорим выход из какой-то паутинной мысли, я называю туз мечей выход из лабиринта. И одна карта дополняет другую. Знаете, вы можете принять какое-то очень важное решение по поводу вашей стратегии и тактики. И у вас начнет меняться вся ваша жизнь. Но увидеть как-то по-другому реальность, как будто такая задача стоит. Давайте я спрошу. Нам про благополучие говорят, карта совет, страшный суд. Не мешайте. Не мешайте ретроградному Сатурну произвести необходимые изменения в вашей жизни. По этой карте суд вовсе не страшный. А припива внимания, вот все то, что я где-то говорила, если какой-то вопрос у тебя не получился, может быть, это стоит оставить в прошлом. Или какие-то двери перед тобой закрыты, а может быть, тебе туда и не надо. Если в чем-то происходит заминка, это тебе дается подсказка, что что-то в твоей жизни завершается и будет совершенно что-то новое. Карта избавления от боли, избавления от страданий. У вас второй старший аркан, и он говорит о том, что сами обстоятельства, они не случайны. Я понимаю, у каждого свои. Но отстроить какую-то свою личную концепцию, мои дорогие девы, вам придется с учетом именно тех обстоятельств, которые складываются. И не бывает что-то со знаком минус полностью или со знаком плюс. Даже те события, которые в нас вызывают разочарование, они будут служить подсказкой. Впереди совершенно новый путь, но вы пока его можете не увидеть. Третье главное событие – звезда. Сияйте, как звезда. Уделите внимание собственной популярности. Для людей, те, которые занимаются творчеством, это прекрасный аркан, который говорит, нет ничего невозможного. Вообще, рост вашей значимости, ваших успехов, для кого-то, если вы планировали переезд, или даже если вы думали, что да, возможно, а здесь обстоятельства вас будут как разворачивать, как раз в сторону вашего перемещения, или, может быть, далеких каких-то переездов. И меня смотрят люди из разных стран. То, что вы откладывали, может быть, на потом, или рассматривали как вариант, оно может быть возможным. Или это может быть необходимым, тоже, мои дорогие. По карте звезда – это карта, безусловно, вдохновения и исполнения желаний. Это третья карта, которая вам выпадает, но это большая дистанция, лет на 10-20. Это как по Плутону Водолея. Уделяйте внимание не только тому, что надёжно, благополучие. У вас ведь выпало, по сути, отшельник. Это когда ничто не мешает. Вы сами себе только можете помешать, как я уже говорила, впрягаясь в какие-то обязательства. И вы, мудрый человек, вы всё правильно видите, правильно оцениваете обстановку. Дальше на кону ваше благополучие. А по карте звезда – это вдохновение и начало чего-то нового. Это совершенно другой, качественный, иной период жизни. Но он не придёт сам по себе. Да, возможности будут, старший аркан. Но задача их увидеть, рассмотреть, может быть, даже там, когда это не совпадает с какой-то вашей прежней программой. Как будто вот если мы говорили про колесо истории или маховик, о котором я сказала ещё до карт, вот ваше колесо судьбы, оно вращается в другую сторону. И вам это сначала нужно увидеть и остановиться для этого. Не торопиться. А потом правильно как-то оценить обстановку, реальность и, возможно, идти совсем в другом направлении. У кого-то это, даже если мы говорим про работу, например, да, у вас сейчас там какие-то изменения, а они ещё продолжатся. Где-то могут меняться, даже если вы не инициируете сами какие-то перемены в своей жизни, не собираетесь менять работу, учреждения или направления в деятельности, значит, там, где вы работаете, там маховик вашей судьбы будет работать так, что начнёт меняться, может быть, окружение, руководство, какие-то, ну, как график, регулировки какие-то, или, ну, новые условия, вот что-то такое будет, и ваша задача увидеть свои возможности. Чем дело кончится? По карте звезда до конца года. По королеве Жезлов. Это сильная позиция. Это нам как раз говорят о том, королева Жезлов, её жизнь ставила на колени несколько раз. И она научилась о себе много не говорить. Она научилась правильно расходовать собственную энергию, правильно работать с информацией. Она стала удачлива в деньгах, именно благодаря тому, что пройден какой-то прежний опыт печальный, мои дорогие. Мы, собственно, с этого начали. Чем дело кончится? Это не кончается. А это в каком-то новом алгоритме ваши действия, по сути так. И они основаны на решимости, всё же карта огня. И есть такой момент, что умеет хранить тайны королевы Жезлов. И поэтому ей больше доверяют. У неё больше информации, чем у кого-либо. И это, если чем дело кончится, где-то ваша позиция через информацию. Сильная именно позиция. Когда вы правильно можете оценить, как обстановку, или какой-то свой творческий импульс. Инсайт. Он будет для вас важен, потому что будет возможность качественно по-другому, какое-то своё направление или миссию развить, мои дорогие. Что-то осуществить, ведь это действие правильное. Чем сердце успокоится? Я не могу сказать, что где-то успокоиться полностью вы сможете. Карта башни. Но я всегда эту карту говорю, о ней как бы энергетика такова. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И, видимо, вы, вот этот последний вагон уходящего поезда, или какая-то возможность, вы её можете увидеть только тогда, когда по-другому оцените реальность. Куда-то вы не будете торопиться, или в какие-то двери вы сами не пойдёте. А употребите все свои лучшие качества. Вы ведь очень работоспособные люди. Вы люди, на которых можно положиться. Но здесь вы это сделаете в отношении себя самого или самой. Есть ещё такой момент, всё-таки звезда, если мы говорим про переезд. Обстоятельства вашей жизни, мои дорогие девы, обстановка какая-то, которую вам надо не в надеждах видеть, а в реальности вас вынудится совершить этот переезд. Может быть, именно, ну, какие-то события вокруг вас будут подталкивать, оставить какое-то прежнее место. И у кого-то это может проиграться по работе. Ведь по карте башня, пусть не в этой колоде, в другой. Есть такая колода Таро Ангелов. И кто долго смотрит мои видео, знает, изображен на карте изображён, точнее, ангел, который за руку берёт человека и буквально уводит из башни, которая через несколько мгновений будет разрушена от попадания молнии. Почему вот я всегда говорю, башня успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это старший аркан. Его величество случай, чем сердце успокоится. Вы себя поблагодарите, что вовремя сориентировались в какой-то обстановке. Давайте я достану карту совет. Добрые дела наспех не делаются. Посмотрите, нас несколько карт уже останавливают и говорят, что это не остановка или пауза. Это то время ретро-Сатурна для того, чтобы вы, мои дорогие девы, увидели сами себя. И может быть, кто-то из вас, я могу предположить, если не оставит полностью, то вполне вероятно, как вторичные источники дохода, заработка, когда вы будете развивать, может быть, свое творчество, хобби, когда вы поймете, что ведь и правда. Я раньше не видел или не видела, как это мне действовать или как мне развивать свое творчество. А здесь как ноу-хау. Я теперь знаю, как. Посадить это зерно, вот мы с вами говорили про ту земли, и как раз оно даст прекрасные всходы. Из одного зернышка или то, что мы как будущих побед, успехов, какую-то основу закладываем, это пустит как надежные корни и вырастет буквально денежное дерево. Новые способы финансирования или зарабатывания денег, или какое-то направление в деятельности, когда ваша задача уделить еще внимание своей популярности. Иногда карта-звезда говорит еще о чем? Уделите буквально внимание самой себе или самому себе. Уделите внимание собственному имиджу. Сияйте как звезда. Это для вас будет иметь значение, потому что вам ведь надо какой-то стереотип сломать. Для начала этот стереотип, или мы говорим, как образ мышления, сознание, это происходит внутри нас самих. Но если мы себя позиционируем по-другому, это мышление, какая-то заскорузлость в мышлении других или стереотипность видеть вас, мои дорогие девы, в каком-то одном знаменателе. А вы должны сломать этот шаблон в ментальности даже вашего окружения. Вот такая задача. И развернуть в сторону не только самоуважения, но и другие, как будто с вами начали считаться. Перекладывайте на себя. Центр ведь, куда мы идем? Туз воды. У вас практически собрались все тузы, мои дорогие. Прекрасное время. Но есть возможности. Но это нужно сделать как-то совершенно по-другому, поскольку сначала мы должны увидеть реальность. Как-то иначе. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.